Солнце, на душе весна и так хочется куда-то сходить. И будто почувствовав это, открываются музеи. К примеру, в музее Тукая можно вновь услышать его стихи. Здесь говорят, что музей не работать не может. Экспонаты всегда требуют внимания. Температурный режим, сохранность, пожарная безопасность. В дни затишья в музее Тукая удалось выполнить план по научно-исследовательской работе. Во время самоизоляции мы проделали огромную работу в интернете в пространстве. Теперь интерактивные зеркала музея могут увидеть со всех уголков мира. С виртуальными посетителями работал робот-экскурсовод. У нас там появилось много информации о наших экспонатах. Мы открыли тайны нашего музея, тайны дома Шамиля. Открылся и музей Горького и Шаляпина. Здание полностью готово. Посмотрите, на лестнице не пылинки. Только вчера сделали генеральную уборку. Здесь тоже учились работать виртуально. Для этого организовали вебинары с московскими коллегами. Самоизоляция стала отличной школой, говорят тут. Мы подготовили онлайн-экскурсии по экспозициям по Горьковскому разделу, по Шаляпинскому разделу. Так что посетители могли кратко, но емко познакомиться с содержанием наших экспозиций. Время самоизоляции, время бума популярности. С цифрами не поспоришь, количество посетителей увеличилось в 15 раз. Причем охват посетителей великолепный. Весь мир, понимаете? И там и Америка, там и Азия, и Африка. Проводили мастерилки, мастер-классы. Мы проводили занятия с показом экспонатов. Мы просто об экспонатах рассказывали. Вновь насладиться красотой можно всем, только нужно помнить о масках, перчатках, антисептиках. И больше пяти человек в музей зайти не удастся. Алия Хайрудинова, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Программы и фильмы на сайте ТНВ.ру и на YouTube канале ТНВ. Подписывайтесь.